Все, ребят, можете поздравить. Полина у нас уже с карточкой ТЕ. Осталось нам с Настенькой получить. Но это 29-30-е. Поэтому... Какой ужасный вкус, ребята! Вообще, просто поздравляйте. Очень хорошая фотография. Не-не-не. Ну, знаете, как оно молодежь. Вечно сразу... Ой, я там буду не красиво. Дали карточку. Просто красавица. Полине нравится, как она выглядит. Очень симпатично. Очень симпатично. И очень хороший. Ну уж, раз мы тут рядышком находимся, то мы зайдем в торговый центр. Парк Централь. И посмотрим, что тут можно взять по скидке. Нет, скидок, ребят. Поехали мы. Скидок не было. В общем, ушли мы. Без скидок делать тут нечего. Так, мы уже дома. Едем вниз. Упали шорты с балкона. Прямо парковку. Так, шорты упали. Где-то вот они валяются. Ветер был очень сильный. Грязный. Опять стирать придется. Шортики мои любимые упали. Ребятки, все-таки не выдержала. Все-таки читала ваши комментарии. Вот. Так что, конечно, думала, не буду читать. Но как не читать? Все равно хочется посмотреть, что же вы там мне написали. Очень много комментариев. Спасибо вам всем. Кто плохие пишет, кто хороший. Все равно вам огромное спасибо. По поводу вещей там Елена Ведищева написала, чтобы я помогла кому-то там, если мне что-то не нужно, кому-то там отдать. Ребятки, у нас же тут тоже очень много людей, которым нужны вещи. Вот, допустим, у Поли я покупала беленькие такие. Помните, может, макосинчики такие? Она их несколько раз обула. Вот. И шлепанцы у нее были. Такие шлепанцы тоже. Вот. Ну, в хорошем они были состоянии, что белые макосинчики, что шлепанцы. Мы хорошо вымыли, и я их отдала Ольге, с которой мы познакомились. Мы с ней погуляли немножко, ее перевезли. Помните, я вам рассказывала? Вот. Я ей отдала. Затем, допустим, вещи, которые я там перебирала, я отнесла. У нас есть место, куда мы все это сносим. И кто хочет, даже я могу подойти и там что-то посмотреть, если мне там, допустим, нужно будет что-то. Я могу зайти туда посмотреть. То есть у нас есть специальная комнатка. Такую комнату выделили. Ну, а потом эти вещи просто собираются и увозятся куда-то. Вот. Поэтому мы не имеем такой возможности. Это как сюда прибывают люди постоянно, каждый день. И вот мы как бы делаем такой обмен этими вещами. Да. Вот сносим. Они полежали, полежали. Надо что-то. Кому-то что-то не надо. Потом эти вещи у нас забирают. Везут в другое место. А нам, может быть, привезут что-то другое. То есть, ну, такой вот обмен получается этих вещей. Вот. Так что, ребят, вот, когда я жила еще в Петербурге, это было очень давно, я любила покупать вещи. Вот. У меня еще тогда не было детей. Я еще и Сереже там особо не была знакома, да. Просто работала и покупала себе вещи. Жила сама себе. Вот. Так вот, представляете, я все вещи, которые себе покупала, я хранила их всех в пакетиках. Вот, любила я, да. Вот, купила вещи, я ее в пакетик, и она у меня лежит. Все в пакетиках. И вот, однажды ко мне тоже обратилась одна из Петербурга, там, девушка, женщина. У нее было четверо детей. Но она была молодая, но у нее было уже много детей тогда, на тот период. Она мне спросила. У меня там есть ребеночек, ну, подросток уже такой, да. Наташа, может, у тебя там какие-то вещи есть, потому что ты тоже такая вот худенькая там. А она там, девочка уже такой. Ну, не то, что даже подростки, я не знаю, сколько там лет. Семнадцать, восемнадцать, да, такая вот была у нее дочка. Может, у тебя что-то есть из вещей. И я, представляете, я все вещи, которые у меня были, ну, не считая то, что там было у меня там на мне и еще кое-что, я просто в этих пакетиках все новенькое абсолютно. Я просто ей принесла и отдала. И я раздавала все свои вещи. Когда я забеременела, меня даже Сережа немножко ругал. Говорит, зачем ты все? Пульта новые. Босоножечки я все покупала, красивые, дорогие, все новое. И просто это все раздаривало людям. Вот такая вот у меня была манера раздаривать, дарить. И не пишите, я вообще никогда не была жадной. Просто сейчас такая ситуация, что я все бросила. И, естественно, где это все возьму? То, что привозится сюда, там, да, это же все-таки вношенные вещи. Мы же не можем себя чувствовать постоянно вношенном. Нам же хочется тоже что-то новое купить. Поэтому, естественно, я это покупаю сейчас. Я сейчас могу это себе позволить, купить хотя бы что-то новое. Ребятки, и очень-очень хочется, вот, конечно, может быть, я это делаю зря, но мне хочется донести до вас, чтобы вы немного поняли меня. Просто многие не понимают. Многие говорят, едь там в Украину, там, едь туда, едь сюда. Да, вы понимаете, вот я гражданка Украины, дети мои граждане Украины, а Сережа, он не гражданин Украины. Но у нас там есть дом, который мы купили, в который мы вкладывались, который мы, понимаете, с ним обустраивали, мы это гнездышко делали для себя и деток. Как я могу жить без него в Украине, если его туда не пускают и не пустят? Теперь для граждан России нужна виза. Виза она временная. И как он будет жить там? Вы понимаете, что сейчас между странами происходит. Он гражданин одной страны, а мы граждане другой страны. Как он приедет в свой дом, в свое гнездышко, которое строил, делал? Как мы без него будем жить в этом доме, понимая, что ему там уже не место, что его туда просто не пускают? Как? Ну что мы будем делать? Я и двое деток там без Сережи, без папы. Детям нужен папа. Но вы мне напишите. Так едьте туда, где вы сможете с ним жить. Ну куда? Ну куда мы поедем, ребят? Ну где мы сможем с ним жить? Где? В какой стране? И здесь вроде бы не получаться. Но мы раньше, когда сюда приезжали и ехали сюда, мы же не думали, что будет настолько все сложно, настолько все трудно. Просто не понимали мы, понимаете? Мы приехали, стали делать документы быстро. Здесь уже просто сразу на четвертый день мы уже были здесь зарегистрированы. То есть у нас уже были документы на руках НИЕ, называется. И мы ждали, до последнего ждали. И сейчас, ребят, ну вы немножко не понимаете ситуацию. Поэтому сегодня мне стало опять очень грустно. Стало очень грустно, ребят. Многие, вот я вам сейчас записываю, многие меня поймут, многие понимают, о чем я говорю. Вы понимаете? Жить в Украине уже мы не можем. Потому что Сережа с другим гражданством. Папа детей с другим гражданством. Понимаете? Все. Мне очень трудно вам объяснить, почему вы это не понимаете. Я-то понимаю, почему вы не понимаете. Потому что вы не вникаете в это. Вам оно и не нужно, конечно. Но я все равно с вами делюсь. Делюсь. Посмотрите, ребят, вот такие вот у нас есть штаны. Но они никому не подходят. Никому не подходят. Но они немножко большие в объеме. Чуткие. Ферма хорошая. Классные штанишки. Так вот, в принципе. Я их пойду сейчас отнесу. Может, кому-то они сгодятся. Так вот у нас коридор, ребят. Вот тут у нас садятся дети и смотрят мультики. Потому что в комнате у нас интернета практически нет. А я покажу, куда я ношу вещи. Вот это наша прачечная. Вот и сюда мы идем. И вот, пожалуйста, вот тут у нас вещи. Так. Такие вещи, конечно. И оно мало ли может кому-то чего сгодится. Тут шлепки какие-то. Ну, вы знаете, за неимением того, что ничего нет, все сгодится. Вот. Вот тоже какие-то. Видите, шлепики. Они уже, конечно, старенькие. Но если у человека вообще ничего нет, то все можно, в принципе, то все можно пройдет. Можно носить. Ну, это так. Я вам немножко показала. Конечно, оно все старенькое. Но, тем не менее, даже там, допустим, те же драньи, конечно. Драньи, но они не драньи. Вот так вот я тоже их положила. Было больше. Ее разобрали. Вот так вот. Так что. Тут у нас гладилка. Можно гладить. Стираем. Сушилочка. Вот машиночки. Видите, пустые. Можно загружать. Но прежде чем загрузить туда белье. Мне не нравится. Машиночку кто-то не выключил. Надо вот так ее. Раз. Стоп. Все, чтобы оно не горело. Вот так. Кто-то что-то постирал. Но забыл забрать вещи. Но я машиночку выключила, потому что белье постиранное. Так, все.